Китай продолжает свои театральные гастроли, чтобы скрыть продолжающийся геноцид турецких мусульман в Восточном Туркестане. Оккупационная Китай продолжает обманывать общество, привозя в оккупированный регион ангажированных журналистов и дипломатов. В начале 2019 года албано-канадский историк и журналист Олси Джазеши считал, что сообщения о нарушениях прав человека в оккупированном Китае в Восточном Туркестане являются ложными. Вскоре Джазеши пригласили принять участие в пресс-туре для иностранных журналистов, преимущественно мусульманских стран, и в начале августа 2019 года он вылетел в Китай. Олси Джазеши думал, что разоблачит ложь Запада, но вместо этого стал свидетелем массовых репрессий. «То, что я увидел, было попыткой искоренить ислам в Восточном Туркестане», — рассказал он. Главный редактор Daily Etihad Media Group и «Пакистан Economic Network» Моис Фарук посетил Восточный Туркестан в середине декабря в составе делегации представителей СМИ из Пакистана, сообщает Аль-Джазира. Как и Джазеши, в 2019 году Фарук отправился в Синьцзян, чтобы своими глазами убедиться в том, что услышанные им истории не соответствуют действительности. В отличие от Джазеши, Фарук уехал из Восточного Туркестана под впечатлением от уровня развития региона и заверил, что местные мусульмане живут в основном свободной и счастливой жизнью. Когда не было достаточной реакции со стороны мира на принудительный труд, используемый режимом КПК против уйгурских турок и других мусульманских тюркских народов в оккупированном Восточном Туркестане в качестве средств геноцида, Китай начал хвастаться этим преступлением. Китай заявил, что за первые 10 месяцев года в оккупированном Восточном Туркестане было трудоустроено 456 тысяч человек, что свидетельствует об успешной поддержке Пекином экономического развития для создания счастливой и гармоничной уйгурской общины. Власти стремятся к полной занятости в уйгурском автономном районе в качестве ключевой экономической стратегии по сокращению бедности, заявила 25 декабря контролируемая Китаем сеть Тенритак. С внесением поправок в закон о реагировании на чрезвычайные ситуации китайский режим может запретить отражение информации и новостей о стихийных бедствиях в СМИ. Китай планирует поправки в свой закон о реагировании на чрезвычайные ситуации, сообщила 1 января газета South China Morning Post, вызвав опасения экспертов по поводу того, что китайский коммунистический режим может ввести дополнительные ограничения на освещение в СМИ стихийных бедствий и несчастных случаев. В Иране число погибших в результате двух последовательных взрывов во время церемонии у могилы Касема Сулеймани, командующего силами Аль-Кутс Корпуса Стражей Исламской Революции, в городе Керманс, четвертую годовщину его смерти, возросло до 103. Было объявлено, что взрывы оказались терактом. В авиакатастрофе в Японии профессионализм экипажа и хладнокровие пассажиров предотвратили катастрофу. Оказалось, что 379 человек, находившихся на борту, были эвакуированы живыми в течение 18 минут. Более 100 рейсов были отменены после того, как пассажирский самолет столкнулся с самолетом береговой охраны на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханеда, в результате чего погибли пять человек.